Приключения львовского мусора продолжаются. Он уже побывал в Днепропетровской и Киевской областях, под Хмельницкими, даже под Николаевым. И вот теперь его обнаружили в Черкасской области. Накануне фура со львовскими номерами сбросила отходы на городской свалке Канева. И уже традиционно ночью без каких-либо разрешений от местных властей. В самом Каневе опасаются, что это была лишь разведка боем и война со львовским мусором еще впереди. Каневская свалка находится от города всего в 7 километрах. Но найти ее без провожатого крайне сложно. Правда, львовским коммунальщикам это, похоже, удалось. В ночь 9 на 10 октября сюда заехала 30-тонная львовская фура для того, чтобы разгрузиться. Работали беспрепятственно. Ночью свалка не охраняется. Работник полигона показывает место, где фура сыпала отходы. В основном это были листья и бытовой мусор. Около 30 тонн. Говорит, грузовик сопровождала легковая машина. О неизвестном транспорте каневским коммунальщикам тут же сообщили местные бездомные, перебирающие здесь мусор. Наверное, заезжали, смотрели мои охраны ночью. Это в котрой воды нет здесь приблизительно? Или 8, может быть, 9. Может быть, неч. Выяснить происхождение нелегального мусора не составило труда. Директор коммунального предприятия показывает вещественные доказательства. Чеки магазинов, обрывки накладных, школьные тетради. И все они из Львова. По ним можно установить, откуда прибыли эти отходы. Вот место указано. Львив, да? Да, место Львив. То же самое, место Львив. Все обрывок там, всякие тетрадки. Детины тоже можно подавиться в интернете, школа Львовска. В Каневской мэрии полагают, что этот презент львовских коммунальщиков отнюдь не последний. Скорее всего, первая машина была разведывательной. Проверяла обстановку, заметят их вылазку или нет. Но Каневу и без Львова свои отходы девать некуда. На этой свалке, лимит которой заканчивается официально через 5 лет, места едва хватает. На Каневской свалке уже усилили охрану и собираются ставить камеры видеонаблюдения. А вот местные власти готовят запрос в мэрию Львова с просьбой. Объяснить, почему их мусор оказался на чужом полигоне. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область.